Высо объяснили, почему контрнаступление ВСУ на юге началось в конце августа. Время начала контрнаступления украинской армии полностью совпадает с развивающейся деградацией возможностей армии РФ в западной части Херсонской области. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на ИС. По мнению экспертов, также на украинское военное командование влияло необходимость как можно скорее начать освобождение оккупированных украинских земель и людей. Отмечается, что военные действия в масштабах этого контрнаступления не увенчаются успехом или провалом за день или за неделю. Украинские официальные лица давно признали, что у них нет огромной массы механизированных сил, которая потребовалась бы для проведения молниеносной операции по уничтожению российской обороны в Херсонской области. Вместо этого они в течение нескольких месяцев создавали условия, атакуя и нарушая российские наземные линии связи, российское командование и управление, а также российские системы логистики на Херсонском направлении. Аналитики ИС отмечают, что у них нет оснований подозревать, что на выбор времени существенно повлияли неуместность соображения или напряженность в обществе. Ключевые выводы. Минобороны России начала информационную операцию по признанию украинского контрнаступления провальным. Однако еще слишком рано оценивать ход контрнаступательной операции. Российские оккупационные власти навязывают украинским студентам учебную программу, направленную на устранение представления об украинской национальной идентичности. ПВО Крыма, вероятно, усиливается за счет других театров военных действий. Забайкальский край объявил о формировании добровольческого инженерно-саперного батальона «Даурский». Украинские партизаны применили самодельное взрывное устройство в штаб-квартире политической организации вместе с Россией в Бердянске-Запорожской области, где, как сообщается, оккупационные власти готовились к фиктивным референдумам. Ранее мы писали, что вооруженные силы Украины 31 августа отразили наступление врага и заставили отойти на новопавловском направлении. Также сообщалось, что российская армия в Украине испытывает острую нехватку личного состава и изыскивает способы повысить численность своих войск. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы оставаться в курсе важных новостей. Также под видео вы найдете ссылку на скидки на Алиэкспресс. Спасибо за просмотр. Алиэкспресс